Возобновляем уроки Торы на Подоле Возобновляем уроки Торы на Подоле И Напомню, что мы изучали В прошлом году до Рошашины То есть получилось, что мы закончили Цикл изучения Как раз перед Рошашиной И в Рошашина я уехал в Израиль И значит В Израиле несколько месяцев Не было возможности, была возможность Да, есть возможность все делать Но в общем не было никаких занятий И сейчас мы продолжаем на Подоле Опять уроки Торы на Подоле Интересно, с ними очень был хороший момент Мы изучали весь прошлый год Очень по такой четкой схеме Изучали книгу Рамхаля Рамшахам Луцата Книга, которая называлась «Путь Бога» Где он последовательно объясняет Зачем, почему, как работает Весь этот мир Изучали как исправлять Качество характера Как правильно себя вести в этом мире И изучали книга заповеди Книга заповедей Сокращенная Какие заповеди актуальны в наше время Из заповедей Тора Которые были даны на горе Синай Но в наше время осталось Не все заповеди актуальны Значит изучали, изучали Потом Рошашина Вот я сижу перед Рошашиной И думаю Как же мне Как же мне вообще проверить себя Ну то есть Рошашина это день сюда И надо проверить Что ты делал в прошлый год И как-то подготовиться к будущему И я значит подумал Думал, как же Ну вот Нужна система оценки Что проверить И тут я вспомнил Что есть же вот эта книга заповедей Сокращенная книга заповедей То есть Так как Рошашина Это признание Бога царем Да Что мы говорим Что ты царь Ты значит сейчас судишь Мы в тебя верим То у царя были Как проверить Слушаюсь я царя или не слушаюсь Выполняешь приказы или не выполняешь Вот я взял эту книгу По 77 заповедям Себя проверил По веревающим По запрещающим Так посмотрел Что тоже ничего почти не нарушал Ну Я осознанно ничего не нарушал Ни одной заповеди И думаю О Думаю Все прекрасно Все хорошо Значит Второй компьютер Да Ну Оно кстати записано Хорошо Третий компьютер Так что можно Даже продолжить Так более И значит И вторая Но это как бы По минимуму Выполнять приказы царя Выполняешь Не выполняешь То есть это по минимуму А хочется же Получать от царя Какие-то бонусы Подарки Хороший год Чтобы было все хорошо Думаю А что же делать Такого хорошего Вообще за прошлый год Вот реально То что Ну такое Сверх того Что я должен выполнять Приказы царя И вспомнил Про эти уроки Торы Думаю Как же Ну какую-то пользу Принес Посчитал Значит что было Было значит 40 уроков В среднем Каждый урок Посмотрели 2000 раз Это 80 тысяч Получается 40 на 2000 Сколько 80 тысяч Было Получается Просмотров Уроков Да Если в часах Взять В общем я запутался В счете Думал у меня все хорошо Нормально То есть Какую-то пользу Да Я За прошлый год Сделал И Как бы собрался В этом году Сделать больше Лучше Вот мы сейчас Договорились С раввинами Что они тоже Будут давать уроки Мы будем записывать И ставить в YouTube В общем Это очень-очень Правильная Нужная вещь Что же мы делали И продолжим Тогда в том же стиле И Продолжим В том же стиле То есть Вот как Продолжим Путь Бога Книгу И Вместо Пертья Вот По учению отцов Я предлагаю изучать Книгу Притчи Притчи царя Соломона Это самая большая Мудрость в мире Царь Соломон Был мудрейший Из людей И он Написал Записали После него Вошло в письменную Тору В тонах Вошли три книги Одна книга Широ Ширим То есть С ней вошла в тонах Вторая книга Вошла Которая называется Мишли Притчи И третья книга Вошла Называется Экклезиаст И вот Мишли Это самая такая Сконцентрированная Мудрость Как Как правильно Относиться К этому миру К деньгам К семье К отношениям Ну в общем Ко всему Такая Квинтэссенция Мудрости Я предлагаю Вместо Попробовать Изучать Мишли Значит И Ну и будем продолжать Книга заповедей Сокращенная А что вот со светом Кто-то сделает Светом Начал Ну я думаю Что сейчас починят Ну то есть Это вопрос Вопрос таких Несколько Тих минут Хорошо Значит В путь Бога Мы изучили Мы изучили Зачем Бог создал Кто такой Бог Изучили Это первые были занятия Потом мы изучили Зачем Он создал мир Его цель творения Да Ради чего Он создал мир Потом мы изучили Кто такой человек И как устроен человек Его душа Его тело Противоречия Между этими двумя Составляющими После этого Мы изучили После этого Мы изучили Значит Как он управляет Как он управляет Миром Ашгаха Как он через звезды Управляет миром И сейчас мы дошли Уже до До третьей части Часть третья Которая называется О душе человека О святом духе Да Руаха Кодыш Это Святой дух То есть Дух божественный Который в нем И О пророчестве И еще В этой третьей части Рамхаль Он пишет О всяких Действиях Которые происходят Не по природному пути То есть Сверхъестественные явления Вот как раз Мы начинаем Учить про Сверхъестественные явления И вдруг Исчез свет Да Здесь он нам сейчас Объяснит все Как это работает Итак Значит Первая глава Называется О душе человека И ее Действиях Ее действиях Значит Сразу хочу сказать Что мы привыкли В русском языке Есть слово Душа Как бы Есть вот Есть тело Есть душа Но это Очень условное Понятие Потому что Если В иврите В святом языке Есть Душа Она Имеет Пять разных Пять разных Составляющих Да То есть Душа это Как бы внешняя вывеска А на самом деле Там есть пять разных составляющих Значит Хорошо известны Три Из них Хорошо известны Нефеш Это животная душа Сейчас он объясняет Как раз Именно О нефеше О этой животной душе Это самое грубое Проявление души Значит Есть Руах Это дух Значит Наверное Дальше будет освещено Объяснено про дух И есть Нешама Нешама Это божественная душа Это высшее проявление И дальше Там вот В этом божественной душе Есть еще Хая Хая И Ихида Ну это Кстати Каббалистические студии Которые мне неизвестны Их уже изучают Только каббалисты Которые уже Ну хотят узнать Вообще Что там 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 В самых Высших мирах Такая высшая математика То есть Вот как есть люди Изучают там Есть люди Изучают арифметику Посчитать деньги Ну то есть Это должен каждый человек Уметь считать деньги А есть люди Которые изучают Высшую математику Которая вообще Не математика Которая полностью Работает в каком-то Ну Я даже не знаю В чем работает Высшая математика Но она вся выдумана Это высшая математика И Есть люди Те которые изучают Вот эту каббала Высшие миры Там и так далее То есть Это уже Самый такой High level Который Ну который Нужен только уже тем Которые знают Полностью все остальное Потому что Если человек изучает Сразу высоте уровень Это похоже Как математик Который там Супер мега математик Не знает Где шнурки продаются Шнурки завязать Не может там Ну Руки помыть Не умеет И так далее Но математик То есть Нормальный человек Он должен быть Вначале полностью Выстроенный В этом мире И значит Если он уже Закончил свою работу По выстраиванию Правильной жизни В этом мире То он Может тогда уже Заходить В эту Кабалу Хорошо И что нам Объясняет Рамхаля Рамушаха Малуцата Про Вот эту вот Нефеш Животная душа И вот он говорит Мы уже Объясняли В первой части В третьей главе Про человека И Есть в человеке То что То чего нету Ни в каком Другом сотворенном Существе То есть В человеке Есть такая часть Которая Отличается от всего Другого сотворенного А что именно Есть в человеке Вот это вот Соединение Что в нем Соединяются Две Совершенно Отделенных Друг от друга Реальности То есть в человеке Во всем Балейхаим Это во всем Живом То есть вот В человеке Есть вот Это нафиж Как есть Во всех Животных Балейхаим Это животное Значит И зачем Она нужна Это Животная душа Она Нужна для того Чтобы чувствовать Она дает Вот это Ощущение Этого мира И оскала Оскала Это постижение Которое В ней Ну Запрограммировано Животная душа Это некая Запрограммированная Часть в человеке Которая управляет Всеми его проявлениями А мне видно Недорогие Да Которая управляет Всеми его проявлениями В этом мире Это вот то Что Вот это Нэфиш Причем интересно Вот Ученые там Например Не знают Ну точно Не знают Природу Ну разных заболеваний Там есть Рак Есть Артрит По-моему Там где вдруг Начинают одни клетки Там вдруг размножаться Жрать другие клетки Там человек начинает Сам себя съедать Какие-то иммунодефициты Разные То есть Есть Человек Настолько сложно Запрограммированное Существо Вот организм Что Какая-то программа Ну нарушается И значит И все А где эти все Программы хранятся То есть Они же должны где-то храниться И вот это вот Как раз Вот это Нэфиш Животная душа Запрограммированная Инстинктивная система Управления телом Да И вот этот вот Нэфиш Животная душа Она есть у всех Животных И это Реальность Которая Очень тонкая И Значит Она Как она Входит В человека Она идет Через Семя Ну то есть Через Написано что Тро участвуют В создании Человека Папа Мама И бог Клетка 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 В этой Как положено Для вот этого вида Конкретного вида Строится Тема Значит И так же Она распространяется Для того Чтобы его выращивать И В этой же Животной душе В ней Есть Связаны Чувства Ну все РГШ Это чувства Эмоции И так же В ней Оскала Постижение Интеллектуальное Которое Которое Присуще Этому виду То есть Каждому виду Животных Присуще Тоже Какое-то Интеллектуальное Постижение Есть кошки Например Очень умные Ну покожачьи умные Есть медведи Ездят на велосипеде Там Обезьяны курят То есть Они Как бы Животные Есть Каждое животное По-своему Умно И по-своему Постигает мир Вот это вот Оскала Это вот Животная душе Есть То есть Мы видим Что все-таки Как бы Животная душа Которая есть И у человека И у животных Она Дает все эти функции В ней вот Весь этот функционал Есть И он продолжает Потому что у этих животных Есть Очень большая разница В их постижении мира И Но конечно Постижение мира Людьми Оно Отличается От всех остальных Очень Ну большой разницы То есть В животной душе человека Уже зашифровано Постижение мира Ну на совершенно Другом уровне Чем у всех остальных Животных Но Он пишет дальше Все что делается В этой душе Оно Все зашифровано В ее природе То есть Это все Как бы Природная Ну вот Зашифрованная Природная Прописанная Программа ДНК Да И значит По Для подготовки Тех инструментов Которые ей нужны В общем И Каждая вот эта Животная душа Она подходит Для того вида Ну Которым она и относится То есть Вот это Внутри Коровы Есть Коровья Животная душа То есть Тело Это уже Производная Тело Это тело Это гуф Это оно Как бы Тело Внутри тела Есть животная Вот эта душа Которая управляет Этим телом То есть Это не тело Она с телом Соединена В ней программа Но это не тело Это все-таки Относится К духовному миру Это программное Обеспечение То есть Есть От тела Это тело Значит И Она в крови Что? Она в крови Находится Да Причем В крови Там где-то Дальше Будет написано Что она Находится В Не в Белых Ну Как бы Сейчас прочтем По-моему Здесь написано Будет В И И Вот это Вот Животная душа Человека В ней есть Разные Дополнительные силы Например Она обеспечивает Воображение Силу воображения Это Животная душа В человеке То есть Это отличает От других От животных Обеспечивает Эта же Животная душа Память Обеспечивает Она Интеллект Секль Это Ну Просто Инструменты Интеллектуальные Желания И Все остальные Силы Нефеш Животной души Они Ну Ограниченные И Известные И Значит Они Каждый Действует По своим Условным Путям Вот здесь Значит Это Как раз На руку Генетики То есть Есть спор Между психологами Что важнее Генетика Или воспитание Так он Говорит Что в принципе Вот эти Все качества Они передаются Генетически И Ну И можно Поэтому Понять Что есть люди У которых Генетически Голова работает А есть люди У которых Генетически Хуже Работает Это Как раз Вот это Нефеш Которая Ну Программное Обеспечение То есть Что-то Все-таки Передается И Значит Нефеш Животная душа В ней Переданы Все эти функции Теперь дальше Он продолжает Но он пишет Кроме этого Кроме этого Всего В человеке Есть еще Другой Другая Реальность Духовная Которая Намного Которая Совершенно Другой Природы И она Намного Выше Значит Значит И Какая Прицепляется Какая-то Программное Миров Да Туда И обратно Идет сигнал Как бы Идет Как Когда Компьютер Интересно Я недавно Только Начался Это делать Когда Проверяешь Скорость Wi-Fi То есть Специальная Программа Ты Водишь Ее И там Прям Выглядит Так Картинка Скорость Передачи Данных И Он Замеряет Какую Скорость Твой Компьютер Передает На Куда-то Там Да Куда-то Он Передает В эти Серверы Передает Скорость Передачи Информации И Второй Идет Такая Прям Картинка Он Меряет Прямо Ну Так Меряет 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 Скорость Получения Информации Есть два Канала Компьютер Передает Компьютер Получает Интернет Сигнал Точно Так же Человек Он Передает Он Получает Значит И Вот Это Передается Сверху Из Верхних Источников И Оттуда Идет В Нефеш Вот В Эту Животную Душу Не Животная Просто Нефеш Это Часть Души Которая Мы Уже Упоминали А Оттуда Уже Из Этой Нефеш Идет Эти Влияния В Тело И Получается Высшая Душа Вот Она Управляет Нижней Душой То 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 Она Управляет Это Более Высокого Уровня Управляющая Сила Потому Что В принципе По большому счету То есть Компьютер У меня Даже Есть Такие Программы Вот Майн Мэпс У меня Сейчас Программа Какая-то Новая Версия Если Я Не В Интернете То Она Не Открывается Все Я Не Могу И Пользоваться У меня Есть Компьютер У меня Есть Программа У меня Есть Много Данных На ней Но Если Я Не Подключен К интернету Она Не Открывается Облако Не Знаю Как Называется Но Не Работает Есть Интернет Работает Нет Интернета Не Работает Значит Теперь Дальше Что Он Пишет В Невжили То есть Она Управляет Нижней Душой И Каждое Время Которое Человек Живет По Вот Этой Вот Связи Которая Связана Значит На него Идут Влияния И от Него Идут Влияния Значит Идет То есть Это Высокая Душа Она Еще Более Тонкая Это Нефиш Она Более Грубая И Она Соединена Поэтому С Телом И Получается Что Тело И Две Души Они Связаны Прям Как Цепочка По Цепочке Связана Одна С Другой Идет Вот Такая Система И Теперь Из-за Вот Этого Вот Связи Сейчас Нет От Свечки Легче Не Становится Это Тут Не От Света Я Замолчал Видно Это Видно Но Непонятно Значит Так Попробуем Сейчас Разобраться В В В В Есть Вот Эта Связь Да Которая Мы Упомянули Что Непеш Душа Это Грубая Животная Душа Которая Называется Она Связана С Телом И Есть Там Свои Ограничения То есть Там Все Работает По Четким Программам Конкретной Программой Теперь И Эта Душа Животная Она Не Взаимодействует С Высшими Духовными Ни Какими Влияниями Ее Задача Простая Это Управлять Телом Управлять Телом Получать От тела Сигналы Когда тело Действует Производит Какие-то Действия Эти сигналы Переводить В духовный Какой-то Сигнал Который Понятен Духовный Мир И Через Высшую Душу Передавать В Духовные Эти миры Там Есть Ангелы Там Есть Силы То есть Там Есть Целая Система Работает Просто Она Работает В другом Формате Чем Тело И Когда Человек Двигается Эта Животная Душа Перекодирует Этот Весь Сигнал И Через Высшую Душу Передает Туда Вот Так Он Пишет Если Понятно Ну И У Нижней Души Нет Никакой Связи С Высшими Вот Этими Духовными Влияниями Все То Время Пока Она Связана С Телом То То Все Дни Жизни Человека Вот Это Интересно Для Этого И Было Все Это Приложение Написано Что Она Не Связана Напрямую С Духовным Миром Пока Она Пока Ее Функция Пока Она Связана С Телом Человека Но Потом Когда Человек Умирает То Из Него Как Раз Она Отцепляется Вот Это Нефиш Животная Душа Она Отцепляется От Тела И Наверное Идет Дальше Сейчас Мы Знаем И Эта Душа Она Получается Она Влияет Ну На Нем Влияют Все Действия Тела Значит Через Эти Действия Она Связана Со Светом Бога Или Она Может Через Другие Действия Она Может Наоборот Прицепиться С силами Нечистоты Это Животная Душа И Значит Вот Как раз От ее Действий Этой Животной Души И Зависит Или Она Ведет Человека К Шлымуту К Совершенству К Переходу Самого Человека Личности Которая Она В данный Момент Живет На Высокий Уровень Или Наоборот Она Его Уводит Это Животная Душа Она Его Уводит Как Личность Вообще От Вдаль От Всех Духовных Чистых Влияний И От Бога И Значит Получается В Значит И все Это Работает Как Через Как Он Пишет Как Само Происходит Эта Вся Работа Это Все Происходит Главный Движущий Фактор Вот Этой Вот Животной Души Значит Что Ей Управляет Интересная Вещь Вообще Значит Что Ей Управляет Как Вы Думаете Это Те Картинки Сюрей Которые Возникают В ее Сех Или В ее Интеллекте По Той Подготовке Которую Она Вот Эта Животная Душа Делает И Они Рождают Вот Эти Картинки То Есть Так Работает Интеллект Они Рождают Картинки Мысли И Желания В Одну Из Сторон В Сил Нечистоты То Есть Таким Образом Управляется Вся Эта Система Через Систему Образов То Есть Человек Он У себя В голове Может У него Возникает Образ Израиль Стена Плача Потом Какие-то Другие Можно Какого-то Праведника Увидеть А Можно Например Такой Образ Может Возникать То Есть Все Желания Человека Они Возникают Вначале В виде Картинки Потом Эта Картинка Она Вызывает Мысль А потом Эта Мысль Она Уже Формализовывается И человек Уже Делает Действие Но В начале Любого Желания Как бы Побудительным Фактором Двигателем Человека Являются Как раз Вот Эти Картинки Интересная Веча Которые Которые В основном Они Запрограммированы Чтобы Человека Вести В сторону Против Бога Эта Сама Система Работает Чтобы Вести Человека Против Бога Откуда Это Знаю Значит Написано Что В Пертьевод Есть Такая Мишна Говорится Так Что Беги Догоняй Митцву И убегай От преступления Так Почему Говорят Догоняй Митцву Потому Что Бог Так Создал Что За Митцву Надо Бежать То То Самого Такого Желания Делать Что Так Нет Непонятно Картинка Я понимаю Там Я могу Шашлык Увидеть И захотеть Это Понятно Специально По городу Везде Вешают Журнал Плейбой Еще Картинки Тоже Понятно А Как Захотеть Сделать Митцву Какая Картинка Может Быть Увлекательная Этого Непонятно Так Вот Сделана Специальная Система Так Чтобы Была Свобода Выбора Потому Что Интеллектом Логикой Любой Нормальный Человек Понимает Что Лучше Служить Богу Лучше Иметь Вечную Жизнь Что Кто Выберет Ад Кто Выберет Кому Это Нужно Поэтому Сделана Система Чтобы Сохранить Свободу Выбора Что Преступления Не имеют Привлекательность Как Один Писатель Английский Он Говорил Что Все Что Я Люблю Или Запрещено Или Аморально Или Ведет Кожирение То Все Вот Такое Вот То Что От Бога Ведет Но Привлекательность И От Этого Надо Догнать Но Когда Ты Догоняешь Делаешь То В этот Момент Чувствуешь Что Да Класс Вообще То Сидет Внутреннее Ощущение Такого Настоящего Удовольствия В общем Вот Это Все Теперь Понятно Кто Это Все Делает Животная Душа Все Теперь Дальше Он Объясняет Однако Однако Он Говорит Так Что Несмотря На То Что Тривычно Мы Называем Все Нефиш Да На Самом Деле Нефиш Она Состоит Из Частей Многочисленных Частей И В ней Вот В этой Животной Душе Есть Разные Ступенечки И Значит И Он Пишет Интересно Что На Сам Деле Множество Вот Этих Нефиш Их Множество Они Связаны Одна С Другой По Природным Каким То Связям Как Цепочки В общем Он пишет Вообще Интересно Что Вся Эта Система Она Вообще Такая Очень Много Ступенчатая Много Ну Много И состоит И многих Составляющих И Они Все Связаны Друг С Другом Как Цепочка Но Пишет Последняя Животная Душа Самая Нижняя Она Она В Крови Вот В Крови Как Говорили То Это Управляющая Система Она В Крови И Поэтому Понятен Запрет Что Нельзя Есть Кров Животных Потому Что Седая Кров Животных Седаешь Животную Душу И Получается Тогда Внутри У Человек Он Съел Например Такой Стейк Говяжий С кровью У него Внутри Корова Живет Какое-то Время Он Реально Отпустил С его Часть Коровы И Внутри Полная Непонятка Но Опять же Я Помню Почему Люди Любят Стоять С кровью Почувствовать Как раз Чтобы Побычило Немного Реально Для этого Едят Почему Едят Не потому Что Так Вкусно А С кровью Сейчас Буду Агрессивно Немного Это Как раз Очень Было Популярно В 90-е годы Ну То есть Водки Бутылка Потом Стек Обязательно С кровью Такой Много Пиджак Малиной И Значит Да Значит Поэтому Нельзя Есть Кровь Нельзя Есть Кровь Потому Что Она Не Привносит Ту Реальность Которая Ну Человеку Не Очень Нужна И Способ Убоя Скота По Кашруту Это Вначале Полностью Вытаскивают Кровь То есть Полностью Вытаскивают Кровь Чтобы Мясо Съедать Мясо Нет проблем Никакой Съедать Это Как Кенопласт Ну Как Материал Просто Строительный Да А Проблема Проблема Вот В той Крови Которая Есть В этом Мясе Что Вместе С ней Можно Принять Животную Душу И Тут Еще Есть Интересно То есть По Кашруту Животное Проверяет Чтобы У него Не было Никаких Болезней Которые Могли Бы Привести К смерти Потому Что Болезнь Которая Может Привести К смерти Она Находится Как раз Тоже В крови В этой Программе И Значит Это Видно Двойная Такая Защита Потому Что Если Нет Крови То Она Уже И так Не Перенесется Но Вдруг Чуть Осталось Даже В мясе Эта Информация Животное Вначале Режет Так Чтобы С него Выжать Всю Кровь А Потом Значит Его Еще Проверяют На Все Эти Болезни Чтобы Не Было В ней Ни Одной Болезни Которая Могла В течение И Вот Может Этим Объясняется Недавно Умер Например Рав Ильяшев Он Всю Жизнь Сидел В комнате Вообще Ни Спортом Не Занимался Ничего Умер Ему Было 102 Года До 100 Лет Он Проводил Уроти Торы Но Он В жизни Никогда Не Сел Ни Куска Ни Кожирного Мяса До Этого Был Рав Умер Рав Кадури Рав Мало Этого Он Еще И Курил И Пропил Не Я Не Знаю Ни Одного Но Он Вообще Не Ел И Впускает Себя Животную Душу Эти Курицы Где Там Они Живут В Условиях Да В Клетках Там Ну Ужасно То есть Так Что Лучше Ни В коем Случше Переливание Крови Если Человек Вливает Чужую Кровь То Вместе С Кровью Он Получает Он Получает Самое Получает Животную Душу Другого Человека Когда Я помню Насчет Речь идет О спасении Жизни То Все Заповеди Отменяются Спасение Жизни Это Самое Ценное Я Вспоминаю Анекдот Когда Это Мне Я Слышал Один Человек Из Днепропетровска Рассказывал Значит Был Один Шейх У которого Была Очень Редкая Группа Крови И Он Значит Заболевает Заболевает Все И Ему Говорят Что Есть С его Группой Крови Только Человек Живешь Днепропетровске Там Фамилия Рабинович Он Значит Шлет Эмиссара Говорит Дайте Крови Он Говорит 10 миллионов Долларов Наличные Он Говорит Ну Откуда Наличными Говорит Мы можем Дать Чек Он Говорит Только 10 Миллионов Долларов Наличные И Говорят Срочное Дело Там Он Он Говорит Нет Говорит Все Десять Наличные В общем В итоге они заплатили наличными Спрашивают, почему вы не верите в Жеку Он говорит, пока он еще Кровь не влил, я ему верю Ну-ка Он уже поменяет Говорит, такой человек может спокойно отменить Типа я себя знаю Да, да, я себя знаю То есть это как раз О перерывании крови Хотя недавно показывали Совершенно по телевизору Был сюжет, как в Америке Один религиозный еврей купил стол За 100 долларов А в столе были спрятаны 100 тысяч долларов И он вернул Потому что это очень часто Именно религиозные люди Которые знают Что самое ценное Это осветить имя Всевышнего То они, вот он взял, вернул И это такой настоящий кедуш-ошем Освечение имя Всевышнего Религиозный человек, который мог взять То, что ему 100 тысяч, то, что ему не принадлежит Он вернул Вернул об этом там везде Сообщали, писали 90 тысяч? Ну, если бы 100 не вернул Но 90 евро Жена отпрятала, забыла Да Вот женщина Копейкина Значит Дальше он пишет Вообще всякие такие очень сложные вещи Связанные с тем Как вот именно конкретно Как эта душа Влияет на тело Значит Сам Ну, как бы Сам Способ влияния Как животная душа Она влияет на тело Значит Ну, это Мы пропустим Значит Кто хочет подробно узнавать про Путь Бога Есть очень хорошие уроки На В Ютьюбе Рав Саврасов Рав Саврасов Всю жизнь он изучает Тору, Кабалу Он такой глубокий-глубокий человек И можно подробно Его уроки Есть прекрасные Под Рахашем Путь Бога И Раваш Аркушнир Они значит Ну, углубленные Они каждые там Ну, час Говорят про Ну, про одну маленькую часть Но так углубленно-углубленно А мы Я очень люблю получать Общее впечатление Поэтому я буду все такие сложные вещи Детальные пропускать То есть А чтобы была общая картина Значит Теперь интересно Он тут пишет И он пишет Интересную вещь Что есть еще Дополнительная душа Которая приходит в Шаббат Вот сейчас закончится Шаббат И в Шаббат В Святой Шаббат Приходит дополнительная душа И она уходит Матсей Шаббат Уходит она Когда заканчивается Шаббат Но он пишет Что интересно Это он Чему он пишет здесь Что ее Приход и уход Они никак не чувствуются В теле То есть Вот эта вот Высшая душа Все ее там действия Изменения На тех высотих уровнях Они вообще С телом напрямую не связаны То есть Только животная душа Она чувствует это все А высшая душа Она просто Там наверху Получает информационное влияние От вот этой вот Вот этой вот животной души Но между ними Нет никакой связи То есть животная душа Она является Тем Передаточным механизмом Вот Значит И дальше он объясняет Что название Вот этих частей Нешамы Вот это вот Общий Ну Божественная душа Значит Он пишет так Что она разделяется На пять частей Они называются Нефеш Это вот это нижнее животное Руах Это дух Переводится Нешама Это вот эта божественная душа Хая Хая Это Жизненность Это то Что дает жизнь От Бога И последнее Называется Ехида Ехида Это так как Бог Он же Ну Непостижим И он Неделим То все таки Когда Нешама Вот это божественная Как луч От него выходит То вот Что делает его Именно лучом Ну То что дает уникальность Каждому лучу Эта часть называется Ехида Хая Это то что дает Жизненную силу Нешама Это божественная душа Руах Это дух А Нефеш Это Мы уже знаем Что это животная душа Значит Все На этом мы Путь Бога Закончим В следующий раз Продолжим Когда будет свет Все значит Стало понятнее Да Что внутри находится Сразу как-то Да По другому себя чувствуешь Когда Знаешь Что есть Нефеш Нешама Значит Теперь Вместо Пертьявод Вместо Пертьявод Есть книга Которая называется Мишли Притча Притча Царя Соломона Значит Эта книга Она Входит В письменную Тору Притча Входит В Библию Царь Соломон Самый Выдающийся Образ Для мусульман Потому что Все цари Которые хотели Быть по-настоящему Царями Они себя называли Сулейман Сулейман Это Соломон Честь Соломона Потому что он был Мудрейший из людей Он Интересно Что к нему Приезжали со всего мира Чтобы узнать его мудрость Там известная история Про царицу Савскую Которая к нему приезжала И Эфиопы говорят Что именно Эфиопы говорят Что они Потомки царя Соломона Вот эти вот Эфиопские евреи Дети царицы Савской Значит И Ну Известно Я специально Смотрю в Этипедии То есть он Для всего мира Является Символом мудрости Символом мудрости Символом Самого такого Мудрого Постижения мира И вот Мишли Эта книга Где он Эту мудрость Передает Вот попробуем Ее понять Что он хотел передать Значит Мишли Само слово Мишли Притчи Это Форма В которой Он передает Свою мудрость То есть он Говорит о очень Высоких мудрых вещах Но для того Чтобы они были понятны Он их переводит В формат Примеров Которые понятны Всем Это его форма Передачи Высоких мудрых вещей И значит Эта форма Теперь Кто передает Он Первый посуд Вот он звучит так Что Притчи Шлома Сына Давида Он говорит Что Значит Передатчик Тот Кто это говорит Он представляется Он говорит Я Шлома Сын Давида Сын царя Давида То есть я не только Говорю сейчас Свою мудрость А я говорю Ту мудрость Которую я получил По традиции От царя Давида А до этого По традиции Традиции пророков То есть Теперь И дальше он продолжает Мелых Израиля Я царь Израиля Этим он Показывает Что он Все это проверил Все это у него работает И еще Мало этого У него был доступ Ко всем мудрецам Того времени То есть что он Ну то есть Вся эта мудрость Она очень сильно проверена Зачем он Говорит Зачем эта книга Нужна Зачем он передает Это теперь Второй посуд Его цель Ли даат Хохма у мусар Для того Чтобы познать Чтобы вы познали Хохма И мусар Значит Чем отличается Вот тут Идут Как бы Введение Вообще В интеллектуальную Деятельность человека Есть Такое понятие Как даат Это познание Постижение Когда Человек Вот он Ну вот он знает Что-то Да Вот он просто знает И Ну явным видом Да Вот что Я там знаю Что это например Огонь Да Я знаю Что это огонь Почему я знаю Что это огонь Это видно Правильно То есть это И видно И как бы Все понятно Это называется Познать Ну да То есть Когда я могу Прямо увидеть Это и познать Как белый свет Да Как свет Теперь есть Такое понятие Как хохма Хохма Это знание И слово Хохма Это обозначает Божественное знание Это то что Бог Передал людям Как в виде знания И это знание Его нельзя постигнуть Эмпирически Это то что Бог Установил границы Это так Это так Это добро Это зло Это можно Это нельзя Значит Это можно Это нельзя Да Теперь Мусар Что такое мусар Значит Мусар Это воздействие На свои Качества На свои Привычки Интеллектуальные Физические То есть Мусар Это исправление Это изменение Каких-то привычных схем Так он говорит Это схема Она для того Чтобы познать Хохму То есть Ознакомиться С вот этой вот Божественной мудростью С божественным знанием Через его постижение В виде понятных вещей То есть Он будет приводить Разные примеры Которые человек Может понять И через эти примеры Он познает Божественную мудрость Которую Просто Саму по себе Познать было бы нельзя Ее мог создать Эту мудрость Дал тот Кто создал мир Значит И вот эта книга Для того Чтобы познать Вот это Божественное знание И И мусар Мусар Это для того Чтобы исправить себя Исходя из этого знания Леавин Имрейбина И также Вторая цель Этой книги Леавин Значит Леавин Это Перевести на русский Можно как Значит Есть Дат Это Знание Такого Когда ты Что-то можешь пощупать Да Вот я это знаю Хохма Это вот эта Божественная мудрость Которую можно только узнать Да От кого-то А бина Это Переводится Самое близкое слово Это смекалка Сообразительность Значит Познать вещь Из вещи То есть Когда я знаю что-то Я могу догадаться Сам теперь О чем-то Что из этого следует Это качество Называется Смекалка Как Ну вот Например Я вспомнил стих Про смекалку Что Немцы Окружили бойца Капец Смекнул боец То есть Он как бы Увидел ситуацию Вокруг И он смекнул Что капец То есть Бина Это Качество ума Называемая Сообразительность Которая У кого-то есть У кого-то нет Написано Что Машера Бейну Он когда Ему его Тест Титро Посоветовал Поставить судей То он посоветовал Ему найти людей Смекалистых Вот этих С Биной И Машера Бейну Не нашел Он взял там Мудрых Честных Богатых Чтобы они не брали взятки Но смекалистых Людей сообразительных Он не нашел Значит Эта книга Как раз Для того Чтобы научиться Понимать Слова Вот этой вот Смекалки Для того Чтобы взять Мусара Скел Для того Чтобы Эта книга Еще дальше Он продолжает Для того Чтобы взять Вот этот мусар Качество исправления Себя Такой интеллектуальной Самого высокого уровня Для того Чтобы узнать Что такое справедливость Что такое суд И что такое прямой путь Который Ну золотая середина То есть Есть качество Отношения к миру Есть справедливость Это Цедак Это не справедливость Тут другой Мецедут Цедак Это от слова От знака Когда ты помогаешь Да Такая благотворительность То есть Можно относиться к миру Как с позиции Хэс До благотворительности Делать больше Чем надо Можно по суду Строго А можно По прямой То есть Ну золотая середина Находить Мягкий такой путь Золотая середина Вспомнила Это тоже сейчас Интересно Значит Что есть Для оптимиста Значит Стакан Он наполовину полный Для пессимиста Стакан наполовину пустой А для Сальвадора Дали Стакан наполовину слом То есть Это как воспринимать мир Да То есть Сальвадор Дали Он был Если брать Вот Какой термин К нему применить Из этих Он наверное Был смекалистый То есть Он понимал Что если Будет у него Стакан наполовину слом То его купят дороже Чем если Просто его рисовать Как стакан стакан Как бы Спросы Дальше Четвертый пасок Значит Продолжает Шлома Мелек Это книга Мишли Зачем он ее писал Сейчас он пока Объясняет Зачем он это все делал Дать Человека Чтобы он стал Таким Приобрел взгляд на мир Такой матерого Опытного человека Вот то Что дают Мишли То есть Он объяснил Зачем он ее писал Дальше он пишет Для кого эта книга Кому она нужна Ишма Ишма Хахам В Иосиф Леках Он говорит Даже если человек Хахам Он уже мудрец Торы То есть Он уже знает Все устройство Как работает этот мир Значит Он все равно Добавит себе Полезное знание То есть Он все равно Из этих примеров Притчи И так далее Он что-то себе Добавит А на вон Сообразительный человек Он Приобретет Разные Вот эти Вот еще Дополнительные Хитрости И уловки Значит Он приобретет Из этой книги В чем уловки По отношению Там Как понять себя Как над собой Работать Как исправлять себя То есть Она дает Очень такое Много полезных вещей Которые Прям понимание Понимание Теперь шестой посол Дальше он продолжает Эта книга Нужна для того Чтобы Леовин Машалю милица Для того Чтобы понять Леовин Это опять же Используется слово Понять вещь из вещи Сообразительное То есть Сообразительное Он поймет Из вот этих примеров Он Выучит для себя Много разных советов То есть Он из одного И того же примера Может Выучить для себя Очень много разных советов И Узнает он Слова мудрецов И их загадки Их загадки Интересно Что Вот Пертьявод Например Там Очень много Мудрецы цитируют Мишли То есть Мишли Притчи Это Такая Аксиома Квинтэссенция Мудрости И Но Из каждого Пасука Можно выучить Много разных Таких интересных Вечей Ну Разных Так Так И вот Он говорит Теперь он говорит Что является Основой всего Основой всего Он говорит Является Седьмой посыл Он говорит так Что страх перед Богом Трепет перед Богом Он Основа познания И Божественную мудрость И исправление себя Эвиль Есть вот Хахам Это Умный А Эвиль Это Это не просто Глупый Это Человек который Презирает Ум Презирает Умность Который говорит Как и Саф Он говорит Зачем мне все это Я все равно иду Умирает То есть Есть люди Он такой Вот ему говорят Слушай Ты уже Ну надо же взяться Здоровый образ жизни Какие-то Ну вот Знаете Есть люди Им советуешь Он говорит Да мне все это Пофигу Вообще Мне это все Ничего не надо Вот этот вот Эвиль Так он говорит Что Основа мудрости Вот те Которые там Это слушают Смотрят Приходят сюда Люди Которые стремятся К знанию Божественному знанию Это Ира Ташем Страх перед Богом Трепет перед Богом Вот это Внутреннее ощущение Что есть Бог И что Внутреннее ощущение Связи с Ним Это Решит Это основа Это стержень Познания Только Это вот Трепет перед Богом Он Заставляет человека И дает ему Мотивацию И смысл Изучать Божественную мудрость Если этого нет То Никакие интеллектуальные Доказательства Что есть Бог Что надо учить Тору Все это не работает То есть Работает только Поэтому религиозных людей Их не так много По-настоящему То есть Работает только Если у человека есть внутри Его внутренняя связь Вот она как-то искрает И зажглась Опа Трепет перед Богом Ощущение Бога Есть Бог Тогда На это очень классно Одевается Да Познание Бога И вторая часть В общем Досы Они там сидят И они понятия не имеют Чего они там сидят Чем они занимаются Но значит Вот Каждый Кому не лень Начинает на них ругаться Каждый Кому не лень Начинает ругаться А потом Посмотреть там А их основные Какие у них Другие интересы Кроме досов Почем колбаса То есть Почем колбаса Важна там Почем это самое И Шудосы плохие Все Вот две темы Ну то есть Образно Больше ничего не интересует Хорошо Теперь Продолжает Шлома Амеллах Продолжает Шлома Амеллах Слушай Говорит Сын мой Мусар Авиха Наставление Нравственное наставление Твоего отца В Альте Тош Турат и Меха И не Оставляй Тору Учение Матери твоей Значит Это известный Пасук С него начинают Учить Маленькие дети Еще когда они Только начинают Вот еще не говорят Там Папа Первое что говорит Что Турат и Валяна Маше Морашат и Лат Яков Что Тору повелел нам Моше Наследие Общины Израиля И дальше говорят Шмабни Мусар Авиха Слушай Сын наставление Отца твоего В Альте Тош Турат и Меха И не Сходи с пути Учения Матери твоей Значит Почему Он продолжает Потому что Они Дадут Дадут Как бы Приятность Вот Такой поток Вот этой приятности В твою голову И Значит Они сделают Великим Все что ты говоришь То есть Человек же Ну как бы Главная функция Человека Это Она проявляется Через речь Как он говорит Что он говорит На какие тему Он говорит И так далее Если заполнить Свою голову Божественной мудростью Торой То естественно И речь его будет Такая Великим Будут мысли Слова там В голове Значит А если он заполнит Свою голову Пустыми Какими-то вещами То естественно И жизнь Будет очень пустая И бессмысленная Так Вот я читал Буквально Несколько дней назад Так я просматривал Журнал какой-то И там была статья Про Савву Морозова Это был Расистский Какой-то там Олигарх Того времени Купец Из купеческой семьи Такой расистский Олигарх Ну конца Прошлого века Он жил Перед революцией Он финансировал Значит Коммунистов Большевиков Но у него просто Денег было Вообще Но немерено Невозможно сосчитать И он значит Раздавал 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 Всем финансировал Коммунистов А у него была Любовница Актриса Какая-то Актриса Она одновременно Была его любовницей Любовница Горького Писателя Максима Значит И потом Он когда это узнал Он говорит Все не буду больше Давать коммунистам деньги Потому что В общем-то А Горький тоже был коммунист Он говорит Не буду коммунистам Давать деньги Они меня разочаровали Значит Этот Который Коммунистическую газету Издавал Он к нему ездил А этот Сам У него прям Началась депрессия То есть Началась у него депрессия Как бы Вот Дверь после этого Людям И он ездил К нему ездил Уговаривал Дать А он говорит Не дам деньги И его нашли После этого Убитым Через 3 дня А на эту актрису Он оформил На 100 тысяч рублей По тем временам Огромные деньги Оформил на нее Страховку своей жизни Значит Его убивают Ей идут эти деньги Она эти деньги Отдает коммунистам Финансировать Продолжает их там Газеты И все И на его похороны Не пришли Она не пришла И Горький не пришел Они в это время Были у Репина Картина рассматривала Прямо так написано Ну как бы Биография Все Какая-то там Серьезный журнал Вот конец жизни человека Который свою жизнь Посвятил пустоте Пустоте Погоня за там Какими-то актрисами И так далее При том Что он имел Громадные деньги Мог изменить мир В лучшую сторону Но Как бы Итогом его жизни Стало А Потом написано Что стало с его там Семьей В общем Всех поубивали Коммунисты всех поубивали И в 25-м году Его родной брат Последнее воспоминание Что приехал Какой-то Ну коммунисты Наняли англичанина Какого-то Чтобы он Фабрити восстановил Фабрити стояли Закрытые Запущенные И он приехал Увидел там В будке сторожа Какой-то там Бомж Ну типа Охраняет И это был родной брат Последний из Морозовых Этого самого Мороза То есть Полностью все исчезло А человек Который посвящает Свою жизнь И Своё время Изучение Божественной Мудрости Значит у него Конечно же Будет И приятно У него всегда В голове будет Потому что он Про Бога думает И слова будут Из него выходить Великие Но он говорит так Сыно говорит Если тебя будут Соблазнять Грешники Он говорит Не иди за ними То есть Они есть Грешники есть Их много Они очень Активные Я скажу Что грешники Активнее Чем не грешники Например Израильские гомосексуалисты Они борются За права Расистских гомосексуалистов Они выходят Перед Расистским посольством И проводят Демонстрации Что мол Как же так Расистских гомосексуалистов Притесняют Но когда Выпускают Из тюрем Убийц С пожизненными заключениями Из убийства евреев Они молчат Их это не интересует Не волнует Ну то есть Как бы Да ну какая разница Вот То что гомосексуалистов Привлекают Это да Причем мало этого Значит Молчат же не только они Молчат и люди Которые это Осуждают И таких людей Ну большая часть Израиля Категорически Осуждают Это Но как-то нет Времени Работа То есть Все заняты То есть Грешники Они более активные Получается Да то есть Гомосексуалисты Нашли время Чтобы помитинговать Против Там Притеснения Своих Там Этих самых Да не Ну просто Даже о них Не знают Вот это То что Шлам Амелак Предупреждает Он говорит Так Что Сыно говорит Если тебя будут Совращать Грешники За ними Не иди За ними Не иди То есть Нужно иметь Вот эту вот Защиту Когда тебя Совращают Грешники Я помню Вот на всю жизнь Я запомнил Случай Когда я шел На тренировку В детстве Ну в спортинтернате И встретил Двух своих знакомых Спортсменов Тоже Один борец Один гонбалист Которые И с ними был местный Такой вот Именно преступник Такой Да вот По нему видно Вот есть люди Злодеи Я его очень Ну не любил Потому что он Злодей Злодей Был Такие злобные И они говорят Мы идем пиво пить Пойдем пиво пить Я говорю Я не пойду Я иду на тренировку Я с ними не пошел Вот они меня прям уговаривали Ты на мне друг И там Я говорю Нет не пойду Значит они пошли пить пиво Там они познакомились С каким-то человеком Который Выпивший И рассказывал Хвастался Что приехало за границу У него есть деньги И значит Они пошли к нему домой Потом И вот этот вот бандит Третий Который был Он его зарезал Он его ножом Начал резать Где деньги Где деньги Потом он его убил На Крите вызвали милицию Они выпрыгнули в окно Были в бегах Какое-то время А тот Кого они убили Был родственник Какого-то генерала милиции В итоге Их всех поймали И дали им там По 9 По 10 лет Ну такого Ну то есть По полной программе Им дали наказание Невозможно было Ничего там Не решать Ничего И этот Я тогда не знал Что говорил Слома Мэлок Но теперь вот Те кто знают Они очень осторожно будут И если тебя будут совращать грешники То за ними не иди Если скажут они тебе Пойдем с нами Вместе будем Значит Вместе будем там убивать Грабить Делать все эти вот эти гадости Ни в коем случае Не соглачайся с ними Потому что Потому что Они все Их всех поглотит Их всех поглотит Треисподняя И будут они В общем Как те Кто проваливаются В колодец И в итоге Никто из этого колодца Не вылетит Потому что Вот эти все присумники Они в итоге Плохо заканчивают Вот реально Плохо заканчивают И с ними Ну реально Как бы Они такие Я помню тоже У меня был товарищ один Он был Интересный такой человек Даже по его Национальной принадлежности Его был Папа Наполовину курд Наполовину араб Который бежал Из Ирана Он бежал из Ирана Когда Вот это вот было Ну Переворотом была Исламская революция Он бежал из Ирана Значит Бежал он из Ирана Как-то он оказался В Азербайджане Стал коммунистом В институте Познакомился с мамой Моего этого знакомого Мама его была Наполовину еврейка То есть Ее мама была еврейка А папа был украинец Летчик АС И вот у него И они познакомились Там в Азербайджане Значит Поженились Потом Тот уехал куда-то дальше По своим курдским Арабским делам А мама осталась С этим моим знакомым Он работал В службе безопасности Первого президента Азербайджана Ну вот Которые там были гонения Его Россия Вытащила на вертолете Как его звали? Алиев Не Алиев Это потом был После него Алиев До сих пор У власти Вот когда только В 90-е годы Был президент Азербайджана Там были потом Волнения Когда резали армян Вот это вот Была Карабах И его Россия Спасла Ну очень Первый президент Он был в его Личной охране Он вместе с ним Сбежал в Москву И в общем Он в Москве Тоже был такой Полупреступный Я вот видел Его там Всех этих знакомых Там были такие Ну преступники Уголовники Этот мир И они с виду Они такие Шутить могут Я до сих пор Помню Там один был Который 20 лет В бегах Был Такой уголовный авторитет Он такие анекдоты Рассказывал Что я до сих пор Их помню Такой прямо Но на самом деле Они преступники То есть они И он плохо закончил Он Ну они все наркоманы Потому что Ну как бы Они чувствуют Что жизнь короткая Надо максимум Получить удовольствие Здесь И потому что Там ничего другого Не будет И он от Ну от героина Там передозировки Он потом умер Значит Шлом Мамеллах Он предупреждает Конкретно С такими людьми Не иди Не общайся И они тебя будут Даже если Они будут тебя Совращать То Значит Скажи им нет Значит Они будут тебе Говорить Что мы много Заработаем Прямо он говорит Что мы очень много Дорогого Имущества Мы найдем И мы наполним Наши дома Вот этим Наполним Добычей Добычей мы наполним И будешь ты с нами Как один из нас Значит Ну братство Знаю Братва Вот это все Будем мы братьями Как Как коммунисты Коммунисты Они очень Такая братва была Да То есть Все вместе Общее Жены общие У них же была Свободная любовь То есть Это же было Очень Все как бы Давай Мол Все Все Общее И Он предупреждает Да Они тебе будут Говорить Что твое жребие Будет среди нас И будет у нас Один карман На всех То есть Будет общак У нас Мы друг друга Будем все Выручать Все Он говорит Не верь Сынок Не иди По пути с ними Свои ноги Останови Чтобы не идти По их дорогам Вообще Потому что Ноги их Они козлу Бегут И они Значит Спешат они Для того Чтобы проливать кровь Значит Все На этом мы тоже Шлом и мылок Мы тоже закончим Мишли Да Потому что она сейчас уже Мы подошли К окончании Первого занятия И значит Какой вывод Можно сделать Что нужно Изучать божественную мудрость Развивая свою голову Через божественную мудрость Перейдет свет В Каждого из нас И второе Что надо Остерегаться Плохих людей С кем поведешься Того и наберешься Что очень важно Выстроить себе Обношения Общения С людьми Хорошими Позитивными Честными Добрыми Веселыми Какими еще Богатыми Потому что С кем поведешься А то в этом берешься Но Честными Значит И Последняя Последняя Значит Книги Вот это нет у меня Книга заповеди Да Это то что мы изучали Краткая книга заповеди Поэтому Давайте начнем опять С первой Ну потому что Первая заповедь Это верить Что есть Бог Который есть Который все создал И который Который все создал И который всем управляет И как выполнить повелевающую эту заповедь Ее выполнить очень просто Для того чтобы ее выполнить Нужно сказать Я выполняю повелевающую заповедь Верить что есть Бог Который все сотворил И который всем управляет И в этот момент, когда осознанно выполняешь эту заповедь, включается этот божественный свет и значит он идет на всех. Кто хочет выполнить заповедь, может ее выполнять в любое время. Нельзя ее выполнять в нечистых местах. То есть в туалете, в бане нельзя ее выполнять, а в других местах можно. Значит, и можно так вот, есть время, ее прям бах, идет из света. Можно хоть сто раз в день. Просто вспомнил, я верю, что есть Бог и выполняю сейчас заповедь поелевающую, верю, что есть Бог и Он всем управляет. Все, заповедь выполнена. Все, на этой оптимистической ноде мы заканчиваем 41 занятие из возобновленного цикла. И будем давайте здесь в 7 вечеров по субботам. Я буду с Божьей помощью проводить опять занятия. И значит, до следующей недели.